Плевок обратно не вернешь, особенно лежа на диване, запущенный вверх. Так и с чудо боями. Если посмотрел, уже стереть из сознания нельзя. Даже если не можешь понять, зачем ты это сделал и сколько теперь нужно бахнуть, чтобы забыть. Привет голостволые березы, с вами Федорович, а в этом видео вы увидите самые нелепые и странные бои, после чего у вас в сознании засядет ряд вселенских вопросов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силучи. Габи Гарсия, Годзилла в женском теле, с ростом 188 сантиметров и весом 107 килограмм сухой мышечной массы. Этот титан в юбке, профи-боец ММА, с непобедимым рекордом в шесть побед без поражений, но с техникой, как у дикой гориллы. На турниры Райзен в Японии против этого перекачанного монстра, насилующего мужиков, выставили местную звезду. Если вы подумали, что это какой-то сумоист, то зря. У Япошек все гораздо непредсказуемее. В ринг вышла бабка, которой 49 лет, с ростом 168 сантиметров и весом 72 кило. Да к тому же еще и рестлер. В общем, видать, это теща организатора, которому очень не хотелось отмечать ей 50-летие и заморачиваться с подарком. С первых секунд боя бабуля начала чудить приколы с рестлинга, но после третьей пробежки Габби угадала ее своей клешней, а потом замесила у канатов, закончив бой за 40 секунд. Иногда шоу превращается в трагедию, а комедия становится горем. Антонио Иноки, один из самых популярных в Японии рестлеров, который реально неплохо боролся, в один момент своей яркой жизни решил бросить вызов представителям разных единоборств, чтобы доказать силу рестлинга. Тяжело понять, каким образом, но в 1976 году на этот вызов согласился сам Мухаммед Али, который на тот момент уже был чемпионом мира. В этом бою, как в Беляшак с разной начинкой, было много интересных нюансов. Изначально бой должен был быть показательным, но команда Али сомневалась в том, что Иноки будет поддаваться. И не зря. Правила были оговорены за пару месяцев до боя, но команда Иноки их поменяла за пару дней до боя, добавив удары ногами. По итогу Антонио постоянно пробивал лоукики, после чего убегал или переводил бой в партер. За все 15 раундов боя Мухаммед смог нанести всего 6 ударов, но в бою была объявлена ничья. Кстати, после боя Али не пришел на пресс-конференцию, так как у него были сильно отбиты ноги, в результате чего образовалось два тромба. Но после такого интереса к бою, все эксперты сказали, что это было начало зарождения ММА. Когда седобородый дракон, пикируя из-за облаков, пересекает путь мощнолапому тигру, сбегающему с гор, где-то в наре смеется длинноухий заяц. А когда здоровенный гигант по имени Нинау с ростом почти 2,5 метра и весом 250 кило встречается в клетке с супермастером по имени Тату, ростом в 169 сантиметров и весом 68 кило, в зале смеются все. А вот зрители перед экранами плачут, ибо чтобы понять для чего и на какой хер вообще это было сделано, нужно уничтожить не одну литру бурячихи, а это все растраты, которые можно было пустить на пельмешки. Как душистый чебурек со временем киснет и засыхает, так и стройные парни со временем набирают массу из сала, а потом, чтобы хоть как-то потрогать прекрасных девушек за попку, им приходится с ними только драться. В этом фатальном поединке ютюбера Гриши и бойца ММА Дарины Маздюк зрители увидели то, что хотелось забыть, но уже было поздно. Рост Гриши 181 сантиметр, а вес 240 килограмм. При этом его мощная соперница имела рост 167 сантиметров и вес 62 килограмма, но уже с рекордом 4-1 в ММА. Конечно, эта битва могла закончиться чисто случайно, если бы Гришка споткнулся и упал на Дашку, но рефери не давал пельменю бороться с рыжеволосой и сразу разнимал у сетки. По итогу непонятно каким ударом бойчиха отправила ютюбера на канвас, где он сразу сдался. Замыкающий гусь в возвращающейся домой стае всегда знает, куда летит, как и великие боксеры знают, как разогреть интерес к предстоящим боям. Суть шоу заключалась в том, чтобы великий Джордж Форман провел подряд 5 поединков с разными соперниками. Конечно, вы должны понимать, что это были не претенденты на чемпионские пояса, но и не новички. По итогу Джордж выиграл все 5 боев, 3 из которых нокаутом. А самое интересное во всей этой затее было то, что всю эту мясорубку комментировал сам Мохаммед Али, который постоянно троллил Формана, таким образом увеличивая трештоком продажу билетиков. В общем, интерес к их предстоящему бою был подогрет, но усилия Джорджа напрасны, ведь в нем он получил первое поражение в свой рекорд. Иногда даже слону хочется полетать, что уж говорить про знаменитых спортсменов, которые думают, что могут побеждать в любом спорке. Хосе Консеку, один из самых известных, титулованных и знаменитых бейсболистов в мире, после завершения своей карьеры и признания в употреблении стероидов, решил попробовать себя в ММА, наверное, думая, что здесь можно брать с собой биту и отбивать всем бошки, как мяч на поле. А в сопернике отчаянному парню достался, конечно же, самый маленький и слабый любимец уничтожителей суши. Хонг Ман Чой со своими 160 кило. Хосе немало побегал по рингу, но тут нет бас и очки за круги не дают, как бейсболи. Поэтому, отправив самого уже себя на канвас после удара, он получил знатные угощения от Чоя в виде добиваний. Под маяком всегда темно, но если ты знаешь силу его света, ты спокоен. А когда у человека сильный дух и характер, никакие обстоятельства его не сломают. Юджин Роблер, будучи обычным парнем на ферме, потерял правую руку. Но это его не сломало и он начал заниматься ММА, чтобы принять участие в боях. Конечно, в сопернике ему подобрали новичка, который еще и явно не хотел бить Юджина. Но все равно однорукий боец показал хорошую технику и физуху, постоянно нанося жесткие удары левой рукой. Естественно, вы можете сказать, что у однорукого бойца нет шансов против равного по мастерству соперника. Но этот бой скорее нужен был для мотивации. Жалко только противника, которого пустили в расход, чтобы сделать героем Юджина. Плотина в тысячу шагов разрушается мелким термитом, а здоровенные бойцы падают от ударов маленьким кулаком. Но только не бобс-ап. Этот гигант, наводящий ужас на всю планету с ростом под 2 метра и весом 160 кило мяса, всегда славился своими боями. Конечно, слава эта была разной. Кто-то видел в нем титана, уничтожающего своими клешнями все живое, а кто-то плаксивого мешка, падающего от любого удара. Но есть в карьере чудо-бой против рестлера, который весил в 2 раза меньше. В общем, Бобби на обед съедал больше, чем этот отчаянный анимешный ниндзя. А все закончилось настоящими ударами, которые зеленый шершень запомнит надолго. Пишите в комменты, какие самые странные бои были у вас. Мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи.